Всем добрый вечер, это канал МЕВСЕМ Мне очень много людей пишут, что якобы мне платят за то, что я снимаю такие контенты Во-первых, мне никто не платит, во-вторых, у нас в истории Казахстана свободу слова не запрещали, насколько я знаю И по конституции я имею право высказывать свое мнение, так как я никого ни к чему никогда не призываю в своих видео Теперь перейдем дальше к делу Недавно я закидывал новость по поводу того, что хотят штрафовать машины на миллион четыреста тысяч тенге за загрязненный выхлоп И у меня такой вопрос, а почему не штрафуют тех хозяев больших рынков, чьи рынки постоянно горят И от этого страдает, от этих действий, когда рынки горят, страдают именно арендаторы Арендаторы, которые постоянно в кредитах, они только пытаются вылезти с этой долговой ямы перед государством, как горит рынок очередной раз И эти арендаторы вынуждены снова идти брать кредит Я думаю, что такие большие рынки, которые постоянно подвергаются пожарам, принадлежат не обычным гражданам, а именно чиновникам И нужно в первую очередь изменить закон, чтобы хозяин рынка возмещал ущерб в полноценном размере своим арендаторам Может только тогда хозяева больших рынков начнут, как все обычные граждане, у которых маленький магазин два на два Реально обрабатывать свои рынки перед вводом в эксплуатацию противопожарными всякими средствами Которые, как обычно, требуют, как всегда требуют простых магазинов и маленьких кафешек И передали по поводу депутатов Мне один пишет, говорит, мы с тобой не согласны, мы не хотим, мы хотим быть с депутатами, так как мы не знаем законов Законы, которые сейчас есть, они все против нас, против граждан Республики Казахстана, против простого народа У меня личное мое мнение, что там депутаты соревнуются Кто более изощренно сделает какой-нибудь закон, чтобы издеваться над собственными гражданами Ну разве так может быть, чтобы в течение трех месяцев столько много законов Вода поднялась, газ поднялся, за выхлоп миллион четыреста, старые машины хотят убирать Это все в интернете есть, некоторые говорят, что я это сам придумал Я для вас записываю, поставим, закидываю, но вы, видимо, не все читаете Это разве нормально в стране, чтобы поднимался газ, если в этой стране он есть? Я понимаю, если бы он был извне Я понимаю, если бы мы его покупали за границей Мое личное мнение, что в стране, где столько депутатов, столько чиновников Никогда не будет стабильных цен, никогда не будет нормального отношения к своим гражданам Потому что депутаты, чем моложе депутат и чем он больше имеет у себя родственников и членов своей семьи Пусть все депутаты возвращаются в свои дома Я неоднократно об этом говорил Пускай они работают Что это такое? Депутат сидит в тиктоке и читает законы А это о чем говорит? О том, что на работе он не хочет, значит, находиться Он уже нашел другой выход В интернет зайти, прочитать два-три закона Люди есть, к сожалению, такие люди, которые до сих пор верят нашим депутатам И пишут, какой он молодец Я считаю, что молодец тогда, когда он работает и своими руками зарабатывает А не языком, тем более язык, который приносит только вред своему населению И гражданам республики Казахстана Казахстан Казахстан Казахстан